Всем привет! Сегодня впервые за долгое время я решила снимать макияж, потому что очень хочу протестировать вместе с вами косметику Патрисия Лидо. Я пользуюсь ей уже довольно-таки давно и у меня собралось немало продуктов. В принципе, хватило бы для полноценного макияжа. Все это мы сегодня будем с вами тестировать. Конечно, лицо у меня одно, поэтому не все продукты удастся за один раз протестировать, но все же. Также, конечно же, для своего макияжа я буду использовать свои наборы кисти для макияжа. Опять-таки, от Патрисия Лидо. Я вам ранее их уже подробно показывала в своих видео о покупках этой косметики. Есть у меня вот такой вот белый набор и также вот такой зеленый, поэтому эти кисти мы также будем сегодня использовать. Ну и здесь ряд косметики. Тональный, хайлайтеры, румяна, помады, карандаш. В общем, есть здесь чем пользоваться. Давайте начнем. Волосы я уже собрала, потому что не люблю, чтобы мне что-то мешало во время макияжа, а в первую очередь волосы. Так что начнем. Как обычно, я начинаю с глаз. Так уж сложилось. Мне так кажется удобным. И для глаз у меня есть тушь от Патрисия Лидо. Вот в таком вот наборе она. Вот здесь вот она новая, еще закрытая. Поэтому я пока ее не планирую открывать. У меня есть чем пользоваться, чтобы она не засыхала. Я все-таки не буду этого делать. Воспользуюсь своей тушью, которая сейчас у меня в использовании другой марки. Здесь, кстати, еще есть бальзан для губ, хайлайтер, блеск для губ. Но, как я обещала, для вот этого набора у меня будет вообще отдельное видео. В этом видео протестируем предыдущую коллекцию от Патрисии Лидо. Так что сейчас я оформлю глаза, но потом, собственно, уже перейдем к лицу и будем тестировать. Продолжение следует... Глаза я носковую руку оформила. Для нижней слизистой я использовала вот такой карандаш от Патрисия Лидо. Айлайнер. И у меня это какой оттенок? Оттенок 0,7, если будет вам видно. В принципе, он неплохой. Я, конечно, ну, учитывая то, что я когда вот это все дело крашу, у меня глаза слезятся. Поэтому на мокрую нижнюю слизистую, конечно, надо очень долго его наслаивать. Но все-таки надеюсь, что он будет стойким и быстро не исчезнет. Так что, в принципе, неплохой оказался карандаш. И, кстати, к слову, он механический, выкручивается. Он должен быть коричневого цвета, но на деле он, как это часто бывает, выглядит черным. Так, теперь давайте перейдем к лицу. Для лица я буду использовать вот такой вот тональный. Это их коллекция Challenge. Это тональный Soft Velvet Foundation. Очень круто, очень стильно выглядит. Ни разу еще я им не пользовалась после покупки. Так что, сейчас буду это делать впервые. Конечно же, у меня самый светлый оттенок 01 Light Beige. Но что-то мне подсказывает, он будет темновато, если бы точнее желтоват. Так, ладно. Сейчас будем смотреть на это все дело. Подойдет или нет. Ладно. Нанесем его впервые на кисточку. Собственно, будем наносить. Вроде бы какой-то желтый подтон присутствует. У меня кожа очень белая. Заметно, да? Поэтому подобрать не всегда легко оттенок. Понятно, что я всегда беру самый первый, самый светлый. Там, где написано порцеляновый, фарфоровый, айвори и так далее. Здесь самый первый оттенок это Light Beige. Уже смущает, если честно. Но я нанесла его немного, чтобы не лежало это все какой-то маской на лице. Поэтому посмотрим. Покрытие, кстати, у него такое, среднее, не плотное. То есть не должен особо заливаться в поры. Но опять-таки я его нанесла немного. То есть можно было бы больше. Тогда перекрытие было бы лучше. Да, покрытие у него действительно слабенькое. Консилер нужен однозначно. Но опять же, можно его наслаивать. Но когда наслаиваешь, то очень часто это все забивается в поры и смотрится еще хуже. Поэтому я решила не наслаивать уже, оставить как есть. У него такой вот, знаете, финиш, скорее даже матовый. Да, действительно, ничего пока не блестит. Зафиксировался в поры особо не залез. Тоже, как это часто бывает. Поэтому, ну, пока меня устраивает. И что касается оттенка. Оттенок вроде бы тоже подошел. Так что не ожидала, если честно. Думала, что не совсем будет мое. Но пока меня все устраивает, я довольна. Что касается консилера. Консилера от Patricie Lido у меня тоже нет. Поэтому я нанесу, собственно, свой консилер. Потому что, ну, без него реально никак. Я привыкла пользоваться. Ну, скажем так, замазать мне особо нечего. Но под глазами хочется замазать. Там здесь у меня царапина на щеке. Потому что дочка меня поцарапала своими ногтиками. Малюсенькими, но при этом остренькими. Поэтому такие какие-то вот штуки замазать все же хочется. Дальше мы переходим к пудре. Конечно же, я всегда закрепляю тональный и консилер. И у меня есть вот такая вот роскошная, рассыпчатая пудра от Patricie Lido. Это уже их серия Malahit. Естественно, это самый первый оттенок. И, насколько помню, она имеет какой-то такой зеленый оттенок. Потому что немножко меня удивило. Но, опять-таки, я ее не пользовалась. Здесь у нас есть пуховка, как это часто бывает в таких пудрах. Здесь еще все заклеено у меня. Ну, потому что, опять-таки, еще не пробовала. Лежала, ждала своего часа. Скорее, ждала вот этого видео. Чтобы я вместе с вами ее протестировала. Давайте сейчас снимем эту наклейку. И возьму кисточку. Я же хотела использовать кисточки Patricie Lido. Поэтому, видимо, такую кисточку мы и возьмем. И буду эту пудру наносить. Я вам скажу, что эта пудра очень легкая, невесомая. Ложится такой вуалью. Немножечко лицо выбеливает. Что мне нужно. Потому что тональные часто не подходят по оттенку. Но в этом случае, кстати, подошел. И, в принципе, она неплохо зафиксировала. Неплохо замотировала. Зеленого оттенка нет. Как я думала. Потому что здесь, почему-то, она мне кажется какой-то зеленой. Так что, все просто отлично. Я не ожидала. Хорошая пудра. Но, опять же, будем, конечно, смотреть в течение дня. Как она будет себя вести. Как долго будет кожа сохраняться матовой. Но пока меня все вполне устроило. Так, дальше мы переходим к румяну. Румяна у меня есть с вот такой вот серии. Золотой от Patricie Lido. Тоже еще их не тестировала. Поэтому... Но они очень красиво выглядят. Это у меня третий тон. Компактные румяна. И здесь матовые румяна. Так, он там сильно отсвечивает. Это очень красивый оттенок. Пигментация, скорее всего, тоже очень высокая. Поэтому надо быть осторожными. Возьму сейчас тоже кисточку от Patricie Lido. Вот такую вот белую. Для пудры тоже я использовала из этой же белой коллекции. И будем наносить. Сразу же, когда я нанесла, вы видели, что очень было это все пигментировано. Сразу же себе наставило пятна. Но в итоге это все начала растушевывать. И сейчас у меня такое ощущение, что уже ничего на лице не осталось, пока я растушевывала. У вас, конечно, это все кажется, что вот такие буряковые щеки. Но потому что камера прибавляет яркость. У меня же в жизни напротив света это все кажется очень скромным, очень бледненьким. Я бы еще добавила, если честно. Ну ладно, уже не буду это все наслаивать. В принципе, румяна тоже неплохие. Они действительно матовые. Оттенок красивый. Хотя я думала, будет рыжить. Но при этом нет. Он действительно красивый и универсальный. Поэтому хорошая румяна. Так, и хайлайтеры. В этом же наборе у меня тоже есть хайлайтер. Но опять же о нем потом. У меня есть здесь чем пользоваться. Как минимум три еще хайлайтера. У меня есть вот по 3 ледов. Всего 4. Но у нас сегодня на повестке дня три. Три коллекции хайлайтеры. Ой, три. Слышите? Четыре. У меня, кажется, за пять уже хайлайтеров от Патрисии Лидо. И вот сегодня четыре мы будем тестировать. Выберем, естественно, один из них. У меня есть вот такой здесь из золотой коллекции. Я его очень активно использую. Постоянно. Он мне уже надоел. Потому что он реально крутой. Ну, я активно пользуюсь. Здесь уже дырка. Поэтому он чудесный. Это, правда, вот цвет шампании реально красивый. Сейчас вам сделаю тоже свотч. Раз уж открыла. Это действительно смотрится, ну, прям очень красиво. Смотрите. Переливается. Такие прям влажные щечки. Так, дальше у меня есть вот такой еще золотой хайлайтер от этого бренда в виде сердца. Здесь 0,2 оттенок. Там был, по-моему, 0,1 в этом. Да, в этом 0,1. В этом 0,2. А здесь оттенок, ну, прям очень похож на предыдущий. Давайте посмотрим. Он как-то замыливается, если честно. Дигментация похожа, чем у предыдущего. Я как-то расстроена. Странно. Что это с ним такое? Он как-то хуже по качеству. Так что, если возможность есть, то берите вот этот. Ну, прям он реально крутой. И есть у меня, конечно же, из серии Mala Hit, хайлайтер и, конечно же, из коллекции Challenge. Так что, какой-то из них мы сегодня протестируем. Давайте посмотрим сразу на оттенки, какой бы я хотела. Здесь, кстати, еще зеркало заклеено, такое матовое. И оттенок здесь тоже очень похож на предыдущие. 0,1. Давайте тоже сделаем свотч. Видно? Переливается. Это оттенок шампань. Красивый. Действительно красивый. И в Challenge здесь тоже должен быть похожий оттенок. Вот такой. 0,2. Его я тоже только использовала. Как для свотча, когда снимала покупки. Давайте я его нанесу. Мне кажется, он действительно красивый. Такой же, как и в золотом. Ну, в общем, они все, в принципе, между собой похожи. Все хорошего качества. Так. Хайлайтер я наносить буду. Давайте возьмем вот такую вот кисточку. Большевата она, наверное, для хайлайтера. Но ничего, сойдет. Из вот этой вот зеленой коллекции Patrice Lido. Кстати, все эти наборы кисточек я получала в подарок. За покупку косметики Patrice Lido. Но их можно было купить и за деньги. Не получать в подарок. Так. Ну что, давайте. Буду наносить этот хайлайтер из коллекции Challenge. Ух, сразу же. Ну да, да. Они все действительно между собой невероятно похожи. То есть это фактически один и тот же хайлайтер, который из коллекции в коллекцию возвращается. Просто меняется его упаковка. И меняется вот здесь вот рисунок. А сам оттенок, само качество остается тоже. Его не меняют. Это очень хорошо. Видите? Он действительно универсальный, красивый. Цвет шампань подойдет всем. Крупных блесток нет. Такое вот красивое. Действительно свечение, которое придает свежесть. И отдохнувший вид нашему лицу. Сейчас это очень нужно. Мне в том числе. Да, ну конечно же, немножечко нанесу и на нос. Вот так вот. И немножечко еще нанесу на вот этот вот над губой участочек. Вот так вот. Иногда тоже делаю. В общем, хайлайтер, как видите, чудесный. Как и все остальные тоже. Так, что у нас еще осталось? Так, так, так. Смотрим на лицо. Оцениваем ситуацию. Помады? Помады. Ну тут, конечно, выбор у меня большой. Я даже, если честно, не знаю, что выбрать. Ну как минимум вот столько я нашла у себя помад от этого бренда. Бренда абсолютно из разных коллекций. Вот такая вот золотистая. Но она такая, знаете, ложится как-то полупрозрачно. Поэтому к ней у меня рука не тянется. Они у меня все, в принципе, новые. Кроме вот этой. Этой я уже пользовалась. Это жидкая матовая помада. Такая красная, красивая. Этенок 0,8. Ей я, правда, пользовалась. Она действительно крутая. Да. Ну такой, конечно, цвет больше на какое-то мероприятие. В реале кто-то носит в повседневной жизни такие красные губы. Дальше вот такая вот помада. Вернее, даже это пишет, что блеск. Но это все-таки больше помада, как мне кажется. Немного здесь такой специфический запах. Я вам, по-моему, уже рассказывала в коллекции помад. В общем, вот такая вот и есть. Есть еще Hot Matte. Вот такая. 01 оттенок. Она тоже довольно-таки яркая. Скорее даже темно-красная такая бордовая. Должна быть матовая. Но я делала сводчи. Как-то она вообще не была матовая. И, конечно же, вот такие вот. Одна из вот этой белой коллекции. Вторая из коллекции Challenge. Из коллекции Malahit. К сожалению, я так и не купила помаду. Хотя очень хотела. Но потом как-то уже так это все и ушло в историю. Хватит мне этих. Да, белая. Здесь такой больше нюдовый оттенок. Наверное, с розовым подтоном. Она кремовая, увлажняющая. Вот эта тоже должна быть кремовая. Тоже такой нюдовый красивый цвет. Здесь снаружи есть шиммер. Насколько я понимаю, в самой помаде... Не, в самой помаде тоже есть шиммер. Ну, в общем, еще вот такая. Ой, сложный выбор. Я не знаю, что мне выпадет. Честно, не знаю. Ой, но прежде чем мы нанесем помаду, я, конечно же, забыла про брови. У меня такое, кстати, уже не первый раз, что я забываю оформить брови. Один раз даже пошла на мероприятие, пришла туда, посмотрела на себя в зеркало и поняла, а где мои брови? Я не накрасила брови. Поэтому это, конечно, было что-то с чем-то. Сейчас я опять про них забыла. У меня же есть вот такая вот палеточка от Patricium Lido для оформления бровей. Это палетка теней. Здесь также есть кисточка. Кстати, мы прямо этой кисточкой можем и воспользоваться, если что, раз уж она здесь в комплекте. Кстати, еще тоже зеркало заклеено. Здесь есть очень-очень светлый оттенок. Есть оттенок потемнее, коричневый. Есть еще хайлайтер, который, ну, как бы логично использовать под бровь. Хотя я слышала такую информацию, что это уже не модно. Ну, не знаю. В общем, давайте будем это все тестировать. Опять же, она новая. Я еще не знаю, как вообще будут на мне сидеть эти оттенки. Так что давайте будем наносить. Оформим наши брови, в конце концов. Не знаю, по-моему, немного у меня получился темноват оттенок. Хотя сверху я пыталась еще наслаивать вот этим вот самым светлым. Пигментация прям очень высокая. То есть реально с первого штриха у вас уже затемняется все очень интенсивно. Правда, сыпятся они, конечно, безбожно. Такая текстура рыхловатая. Поэтому нужно это все куда-то стряхивать. Но мне действительно понравилось то, что хорошая пигментация. Кстати, еще, наверное, все-таки нанесу сюда, раз уж здесь этот оттенок есть, хайлайтер. Я все-таки нанесу немножко под бровь. Он действительно хайлайтер. Смотрите, как сразу же мне высветлила эту область. Подчеркнул бровь. Ну, в общем, так вот я слегка наношу, чтобы не слишком было ярко. Но все равно видно, да, хайлайтер. Он такой насыщенный, интенсивный. Ну, в общем, Патрисия Лидо умеет делать хайлайтеры. Это уж точно. Кстати, что касается туши, хотела еще упомянуть. Я уже ранее тестировала туши для ресниц от этого бренда. Они все, в каждой коллекции, они все очень похожи. В основном у них там обычные фибровые щеточки. И они очень слабенькие. То есть, они в основном делают длину, объем они не делают. То есть, это скорее, знаете, такие вот натуральные ресницы. Эти туши подходят для ежедневного, дневного макияжа. Вот, поэтому сразу же могу вам это сказать. И уже знаю, что эта тушь в этом наборе будет такая же. Да. Но пока я ее открывать не планирую. Есть на чем пользоваться. Все, теперь точно уже наносим помаду. Выбрала я вот эту вот помаду из белой коллекции. У меня в оттенке 0,5. Карандаш, в принципе, я использовать не буду. Хотя обычно я использую. Но давайте посмотрим, как помада ляжет без карандаша. Оттенок должен быть симпатичный. Хотя, по-моему, даже здесь есть шиммер. Ладно, не особо лю-лю-лю. Шиммер. Смотрите, она прям какой-то имеет такой, не знаю, оранжевый подтон, что ли. Она прям такая очень сильно жирная, кремовая. Размазываться легко будет. На зубах отпечатываться будет. В общем, для тех, кто любит такие текстуры, я думаю, что подойдет. Кто не любит вот эти вот матовые, пересушенные губы. Ну, в общем, получился вот такой вот цвет. В общем, вот такой получился у меня макияж косметикой Патрисия Лидо. Обязательно напишите, что вы думаете насчет этих продуктов. Что вам понравилось. Как выглядит у меня на лице, а что нет. И я могу сказать, что все, что я сегодня использовала, мне лично понравилось. Другое дело, как оно будет в носке. Но пока меня все устраивает. Потому что действительно я вижу, что тон хорошо лежит. Пудра хорошо все зафиксировала. Жирного блеска еще не видно. Румяна, в принципе, видно. Но, опять же, я бы их еще наслоила. Но у вас они явно выглядят ярко. Хайлайтер, ну, как бы чудесный. Меня такое сияние устраивает. Помада комфортно очень на губах. Но это до, там, первого приема пищи и так дальше. Потому что она не стойкая, она кремовая. Она прям жирненькая, увлажняющая. Что еще? Брови, как бы, тоже нормально. Кстати, можно их еще зафиксировать гелем. Потому что на них только тени. Так что, в принципе, я довольна. Меня всегда устраивала эта косметика, этот бренд. Потому что он выглядит круто в плане упаковки. У него хорошее качество. Но при этом не такая и высокая цена. Конечно, эта косметика дороже, чем остальные бренды. Личные бренды. Ева, да, там, Глэмби, ЛСФ. Но здесь и внешний вид, и качество гораздо лучше, чем у Глэмби. И особенно у ЛСФ. Так что, решайте сами. Покупать эту продукцию или же нет. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, среди вас такие и есть. Скоро увидимся в новых видео. И всем пока!